Событие, которое сегодня взбудоражило весь мир, это выборы, такие драматические выборы президента Соединенных Штатов Америки. 47-го президента. И президент Трамп, победивший в этот раз 45-й президент Соединенных Штатов, а сегодня избрали 47-го, он тоже оригинален своей судьбой и сделан оригинальными этими выборами. В истории США только единственный был случай, когда избранный президент после окончания первого своего срока проигрывает второй срок, а затем идет, пропустив один срок, идет на вторые выборы и побеждает. Первым был Гровер Кливленд, это тысяча, если не ошибаюсь, 1893-1997 годы 19-го столетия. Это вот первое такое вот как бы неординарное событие, вот случившееся в Соединенных Штатах. Второй момент, ну более скандального, я бы так сказал, это моя оценка, президента и более скандальных выборов, чем выборы вот Дональда Трампа, в истории США тоже не было. Загляните в его биографию и вы посмотрите, что она необычная. Да, он из семьи миллионеров, значит, быстро стал бизнесменом, окончил там военную академию, по военному делу не пошел, пошел в один, значит, там университет, затем в Пенсильвании в университет, школу бизнеса и пошел, понятно, при поддержке отца миллионера, пошел по линии бизнеса. Второй момент, если что касается Трампа. Он не только был предпринимателем, вот при поддержке отца, но он стал писать книги. И причем книги оригинальные, они расходились. И книги это, нет, это не фантастика, это не билетристика, а книги там, ну, примерно как стать, почему мы хотим, чтобы вы были богатыми. Вот обращался ко всем гражданам, да, вот, там другие, почему Америка должна быть великой, и так далее. То есть их, с наших позиций, российских, можно назвать патриотическими, но они были глубокие, действительно. И это тоже привлекало к нему внимание. Наши вот плясали всю ночь, там же, ожидая результата выборов, и плясали, когда Трамп победил там. Это либеральные наши СМИ, блогеры там, и так далее. Вот, плясали, разочаруются, это мой прогноз. Потому что Трамп не будет проявлять какую-то гуманитарную или гуманную такую миссию, у него нет жалости. Вот, и вся его биография показывает это. Нет жалости, нет желания кому-то там помочь и, значит, поддержать. И в этом плане вот первый его срок показал, что на Европу он смотрит довольно свысока. И он же их принуждал, вы платите. Америка не должна платить за вашу безопасность. Хорошо это или плохо, ну, время покажет, да. Вам нужно, Америка нужна в Европе, чтобы там от той же России безопасность обеспечить? Да, конечно, они говорят, нужна, и так далее. Вы платите. А почему Америка должна 50% платить на содержание НАТО? Вот. Вот такой подход у него тоже оригинален. Поэтому Европу он будет эксплуатировать, по крайней мере, ну, как любой капиталист, свою там подконтрольную компанию или часть компании, часть своего бизнеса. Он будет из них выдавливать. Условия для этого созданы. А чему же радовались вот наши сегодняшние либералы? Плясали даже там от радости, там шампанское открывали, что победил Трамп. Я не скажу, что станет хуже. Не скажу, что станет хуже в наших отношениях с Америкой. Потому что предугадать – это сложно. Вот когда мы говорим, как будут отношения строиться одной страной с другой, это обоюдно такой острый процесс. Не может вот Трамп прийти и принести нам там или определенной части, нашим либералам, олигархам, вот, ну, какие-то льготы, какие-то там финансы и так далее. Или ни одного цента он в России вот просто так не отдаст. Вот я уже изучил характер Трампа. Вот. Но, но, но. Всё, что можно, он служит только Америке. И прежде всего богатой Америке никому, как и любой другой американский президент, вот, не пытался там кому-то служить, все чьи-то интересы удовлетворять. Таких, которые вот пытались что-то сделать в истории США, отстреливали просто или устраивали, как там, Джонсону, как Никсону устраивали импичмент. Вот. Поэтому все будут служить только и Трамп. Особенно для него, кроме Америки, кроме Америки, которую он хочет сделать великой и в первый свой президентский предвыборный срок, и вот во второй, и вот сейчас третий срок, он твердит только это. И делает это. То есть плевать ему на весь мир. Есть Америка, она должна быть первой, она должна быть великой и так далее. Россия не будет для него, ну, государством первой величины, но, на мой взгляд, и я сейчас скажу о причине, да, первой, первым, что ли, противником для него будет Китай. Китай, затем там часть исламского мира, начиная с Исламской республики Иран. И, конечно, самый главный вопрос для нас сейчас, с приходом Трампа, что будет с нашим российско-украинским конфликтом. И сейчас он немножко смутно заявляет, что я за несколько дней прекращу конфликт. Вот давайте все мы напряжем вот свои мозги, вот, не будем феррить пока то, что он заявляет, потому что выборная кампания – это одни действия и одни речи, реальное президентство – это нечто другое, да. И мы давайте вот сами поразмышляем, а что может сделать Трамп ради прекращения вот этой войны. Он в предвыборных речах говорил и сразу после выборов заявил, что при мне не было войн и не будет. Вот. Что он может предпринять? Ну, я вижу несколько моментов. Это не из-за того, что он там к Путину хорошо относится или к нам с вами, вот, да, хорошо относится, а потому что это интерес для Америки. Он может вот так поставить НАТО вопрос, что давайте, вам нужна безопасность? Вам нужна безопасность Украины? Я вам ни одного доллара не дам. Вот давайте, скидывайте, сделайте и так далее. Ничего вы по льготным ценам не получите, даже в качестве вооружения НАТО. Там есть льготные взаимопоставки, значит, вооружения внутри НАТО. Он может это прекратить. То есть прекратить датировать серьезно НАТО где-то в каких-то долях и так далее. В таких долях, что они не смогут поставлять вооружение и оказывать финансовую поддержку Украине. Это вот первое. Второе, что он вообще перекроет, значит, Украине, поставьте. Ну, вот сейчас сообщили, что срочно Байден там подписал в выделение Украины, 5 там с чем-то миллиардов долларов и так далее. И у меня сразу, вот сразу выборы закончились, почему-то подписал. Может быть, и Трамп, и Байден подозревает, что 20 января он президентом остается, до инаугурации Трампа. А может быть, вот подозревает, что вот понемногу сейчас надо чем-то выполнить свои обязательства перед Украиной. Вот это один из вариантов, что война прекратится. Это вот как рассматриваем, как один вариант. А вот как прекратить боевые действия, это не значит прекратить войну. А как дальше развиваться будет? Вот здесь, мне кажется, от Трампа нам ничего ждать полезного не нужно. Попри все, мы, шановні глядачі, выстояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Подписывайтесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар и подширьте эту информацию. Субтитры сделал DimaTorzok